Доброе утро! Вы смотрите новости. Меня зовут Анастасия Борисова и перейдем сразу к выпуску. В реках Алтайского края наблюдается снижение уровня воды. Об этом сообщает Центральный гидрометеоцентр. Итак, давайте посмотрим, как сильно ушла вода за минувшие сутки. В аллее в районе Рубцовска уровень воды опустился на 58 сантиметров. Реки Катуни-Черыш спали на 11 сантиметров. Уровень воды в Би опустился на 17 сантиметров, а в районе Турачака на 6. Контроль ситуации осуществляется по целому ряду параметров. Задействовано множество структур. Кроме МЧС России, еще Росгидромет, наши краевые ведомства. А сейчас к теме сельского хозяйства. Объем производства молока в Алтайском крае за год значительно вырос. Насколько, расскажем далее. 155 тысяч тонн молока произвели в Алтайском крае с начала года. Объемы производства во всех категориях хозяйств региона превышают прошлогодние почти на 4 тысячи тонн. Положительную динамику демонстрируют сельхозорганизации, индивидуальные предприниматели и фермеры. В Минсельхозе края отмечают, увеличение объемов производства в первую очередь обусловлено наращиванием продуктивности коров. За первые два месяца в крупных и средних сельхозорганизациях она составила 789 килограммов, что выше уровня прошлого года на 8%. Пассивная кампания этого года должна пройти в обычном рабочем режиме. Выделенные для Агрария федеральным центром средства пришли в край с опережением графика. Об этом глава региона Александр Карлин рассказал журналистам на встрече в формате медиалога. Это в некотором смысле компенсация ценовой ситуации на рынке зерна. Для того, чтобы реализуемые средства государственной поддержки, крестьяне подготовились к посевной. И вот эта тема нехватки оборотных средств, она несколько была компенсирована. В прошлые годы поддержка приходила гораздо позже и нередко, если мы будем говорить о начале 2000-х, то она приходила уже когда посевная-то и закончилась. На сегодня в крае произведены закупки топлива, минеральных удобрений и посадочных материалов. По словам губернатора, качество семян в этом году выше. Также глава региона назвал преждевременными опасения некоторых специалистов по поводу гибели озимых культур из-за сильного промерзания почвы. Ситуация прояснится в ближайшее время, пояснил Александр Карлин. И к другим темам. Алтайский край вошел в число регионов, выполнивших в 2017 году указ президента России об использовании гражданами портала госуслуги. Об этом сообщили министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров и полпредставитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. Напомню, в соответствии с указом президента, целевой показатель по доле граждан, использующих электронные госуслуги, в прошлом году должен был достичь 60%. В Алтайском крае составил 68%. Это 19-й результат среди российских регионов и 3-й в Сибири. По темпам роста названного показателя, Алтайский край занял седьмую позицию среди субъектов России. Всего за данный момент на портале госуслуги зарегистрировано свыше 1 миллиона жителей нашего региона. 68% опрошенных подтвердили, что регулярно пользуются порталом. Сегодня итоги 2017 года и планы на 2018-й обсудят на заседании правительства региона во главе с губернатором Александром Карлиным. Подробности мы расскажем в следующих выпусках новостей. И продолжаем выпуск. Место встречи патриотов. В Барнауле прошли внутривойсковые сборы, соревнования по тактической подготовке среди казаков и казачьей молодежи. В руках макет автомата Калашникова, в глазах никакого страха. В соревнованиях участвуют члены казачьих патриотических клубов. Те, кто в будущем будут стоять на страже порядка. Это школьники из Алтайского края, Новосибирской и Омской областей. В программе соревнования по скоростной тактической стрельбе с использованием лазер-так оборудования. Также отработка упражнений «Встречный бой» и «Круговой зир». Это упражнение я выполняла первый раз. То есть самая сложность была в том, что сориентироваться и представить это. Мне нравится эта пара правды. В одном клубе я окажу два клуба, я являюсь командиром. Но у меня брат военный, вот так получилось. На этом у меня все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте katun24.ru. Хорошего вам дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова